Прежде чем мы расскажем о презрении, мы отметим, что это не игра и не приключение. Презрение — художественное произведение о нашем мире. Мы вместе пройдем этот путь, будем исследовать эти запутанные лабиринты и пытаться осмыслить этот мир. Мир, который мы все покинем. Важная ремарка. Мы не ждали эту игру и не возлагали на нее особых надежд. В нашем обзоре мы не произнесем ни одной известной фамилии и не будем приводить сравнения. Мы сами погрузимся в мир презрения и постараемся найти свой смысл. Роль заблудшего на себя примерил драм Сэм, а озвучила ролик «Верное. В путь». Нам предстоит пережить путь человека, заброшенного в этот мир. Вступительный ролик сразу нам укажет место, куда мы будем следовать. Мы знаем куда идти, однако вот незадача. По пути действующее лицо проваливается в пропасть и оказывается в недрах огромного мира, состоящего из плоти и механизмов. Наш путь и станет нашим смыслом, а если нет смысла, то зачем и стараться, думать, сопротивляться. Два слова. Только вперед. Сказать, что игра состоит из приключений и решения головоломок, это все равно, что описать шутер как постоянную стрельбу и перезарядку. Разве это передаст суть игры? В игре нет диалогов, нет текстовой базы. Первым делом нам нужно понять, где мы находимся, осознать закономерности этого мира. Мы еще не знаем, насколько он враждебный. Так ли он мертв, как кажется, и кто мы среди этой плоти и этих механизмов? Важной частью игрового опыта будет желание дропнуть игру. Как минимум пару раз точно. Бросить игру на половину пути, значит потерять смысл. Стать такими же брошенными и пустыми частями тел, как этот мир, состоящий из мертвой плоти и техники. Постепенно, от простого к сложному, мы будем проходить наш путь. Наши задачи будут становиться сложнее и масштабнее, а враги опаснее. А время от времени мы будем слышать красивую мелодию. Возможно, это наша интуиция. А может быть, это наш внутренний голос нам говорит. Ты на верном пути. Через борьбу, страдания и даже смерть мы обретем свободу. По мере прохождения мы научимся по-разному взаимодействовать с механизмами. Наша пара рук всегда найдет себе применение. А быть может, нам не помешает помощник? Мы научимся сопротивляться, со временем найдем ключи ко всем закрытым дверям и сможем оживить все механизмы. Восполнить утерянные смыслы, утраченные силы. Нам может быть страшно, но со временем страх пройдет. И его мы тоже преодолеем. Сложно подводить итоги после прохождения Скорн. Пожалуй, это самая неоднозначная игра этого года. Эту игру будут любить и ненавидеть, называть пустой и полной смысла. Игра без текста и сюжета, страшно красивая или недостаточно страшная. Наше мнение, эта игра займет свое особое место в каталоге каждого геймера. Нам бы хотелось верить, что Презрение станет еще одной прекрасной игрой, в которую человек сможет окунуться и на время забыть себя и испытать новый для себя опыт. Продолжение следует...